4, 5, 6 и 11 миллионов. Как вообще такое возможно при таком контенте? Почему люди это смотрят? Как ты вообще пришла к тому, что начала снимать видео про проблемные ногти? Я решила, пофиг, я буду показывать, как есть реальные будни мастера. Прямо сейчас розыгрыш, который у нас должен быть на вечер, мошенники пытаются у людей отнять деньги. Сейчас мы тебе сделаем тонкий, красивый, изящный... Ну, почему мне постоянно попадаются такие ролики в рекомендациях Ютуба? Я совсем не понимаю. Если вам тоже, то обязательно пишите об этом в комментариях. И самое главное, откуда там такое огромное количество просмотров? Например, вот 4, 5, 6 и 11 миллионов. И больше миллиона подписчиков. И как вообще такое возможно при таком контенте? Мне безумно интересно, что это за девушка, откуда у нее такая армия поклонников. И самое главное, почему люди это смотрят? Ее зовут Алена Лаврентьева, и она живет в Казани. Кстати, я всегда мечтала там побывать. А вы? Ну что, полетели со мной, будем с ней знакомиться. С Аленой договориться о съемках было невероятно просто. Мы созвонились, сразу нашли общий язык, и через несколько дней я уже была у нее в гостях. Мне нравится, что здесь все всех знают. Сколько бы мы ни проходили, все знают Алену. Давай начнем, наверное, с того, что вообще расскажи, что вот ты сейчас такая успешная, красивая девушка. С чего вообще все начиналось? Ну, наверное, как и большинство в нашей индустрии, с кухонного стола. Ну, там есть варианты гладильная доска, там у меня был угол кухонного стола. Знаешь, вот этот, чтобы неудобно было сидеть. И я прям помню этот момент, когда я увидела, по-моему, по телевизору рекламу, что какой-то там шлак. А тогда, чтобы ты понимала, купить вот так вот, чтобы пойти и где-то купить гель-лак, это было тоже нереально, потому что его тоже, ну, как бы не было еще толком. Это была там супер-проф косметика, да, которую было не достать, и то доставали там с сертификатами, там еще как-то. Я помню, я звоню подруге, и я говорю, Лена, я говорю, там такое есть, там сейчас можно покрасить, и оно не сотрется. И она говорит, я тебя достану со склада, и она мне достала. Короче, мой стартовый капитал 1000 рублей. Это было три оттенка гель-лака, отвратительных, жидких, база топ, и лампа такая дурная девятиватка. Ну, кто мастера, они меня поймут от лампы, в которой не сохло вообще ничего от слова совсем. Ну, тогда вопрос, как ты вообще пришла к тому, что начала снимать видео про проблемные ногти, потому что ты была первая? Вот уже на тот момент, да, что вот эта социальная сеть, которую нельзя называть, запретграмм, короче, там же все красиво должно было быть. Красивые ногти, красивые рукти, вот это все. И меня, конечно, это жутко раздражало. Думала, а почему, ну, клиенты-то настоящие, они же другие. Ну, нету этих красивых ногтей. Я понимала, что красивая фоточка, это ее там, ну, готовили, сколько-то вылизывали, в дальнейшем это все делают, чтобы потом курсы, может быть, продать и так далее. К реальной жизни это не имеет никакого отношения, вот вообще. Ну, то есть, когда к тебе приходят клиенты, то они в разном состоянии бывают. И я поняла, что я хочу транслировать именно это, хочу показывать именно вот эти проблемы. Потому что это вот реальная жизнь мастера. То есть, у меня даже есть такое в описании моего блога на YouTube, что я показываю реальные будни мастера. Я именно поэтому не делаю идеальной работы. Я могу. Но зачем их? Там сотни, я не хочу это делать. Я решила, пофиг, я буду показывать, как есть. Пришел вот такой клиент, ушел вот такой вот клиент, еще и довольный. То есть, я, так скажем, задала вообще тренд того, как такой контент надо снимать. А вот когда именно подписчики стали идти? Вот после, может быть, какое-то прорывное видео было? Было. Я тогда была, так скажем, не осведомлена по всем вопросам и не знала, на самом деле, в каком направлении я буду двигаться. В общем, случился момент, когда я испортила ногти клиенту. И я не просто их испортила, я еще это сняла на видео и публично показала свою ошибку и неправильное решение проблемы. Была такая база, наверное, все слышали это имя, Коди. Не слышала? Да, слышала, слышала. Вот, и это достаточно популярный бренд на тот момент был, и его офигеть сколько подделывали. И это был популярный бренд, потому что у него был не самый такой хороший состав, он был достаточно кислотный. Это сейчас тоже очень актуальная проблема. В общем, при неправильном использовании этот состав, как, в принципе, многие другие базы на данный момент, на самом деле может обеспечить клиенту химический ожог ногтевых пластин. Это когда ногти отслоятся, они потемнеют, они поднимутся, они потолстеют, ну, то есть сам ногт станет толстым. В общем, ничего хорошего не будет. И, конечно, я это сделала. Потому что у меня была клиентка, я не знаю, насколько это можно говорить в эфире, но это был гепатит, это был сахарный диабет. Ну, то есть там было очень много разных приключений, плюс стресс и так далее. В общем, это была прям сильно группа риска, и плюс она отрывала эти ногти, то есть отсутствие дорсального слоя. В общем, все звезды и планеты сошлись в этот момент, и я и организовала тот самый химический ожог. И я сделала ей зачистку. Зачистку-то я сделала грамотно, все нормально, я все убрала. То есть там смысл, ты убираешь, как бы, и больше эти ногти красить нельзя. Там есть альтернативные методы покрытия, которые я изучила чуть позже. И она говорит, а я так не буду ходить, мне так не надо. То есть она на меня надавила, и я поняла, что, ну, а что я могу делать? Это мой клиент, который платит мне деньги, клиент моего салона. То есть если я сейчас ей откажу, она мне просто напишет плохой отзыв, испортит мне статистику, перестанет ходить, перестанут ходить все ее родственники. Ну, то есть ты понимаешь, да, какой паровоз? Я оказалась в безвыходной ситуации, как и большинство, наверное, мастеров. То есть эти истории я потом слышала сотни раз, на самом деле. И я ей этот ноготь снова нарастила. И этого, конечно, категорически нельзя было делать. И ладно бы, если бы я это сделала втихаря. Я же дура, я же взяла и сняла видео. И он типа, какая я молодец. Я тогда не понимала, что это я сожгла ей ногти. Просто я, правда, этого не знала. И также я не знала, что нельзя это потом снова наращивать. Потому что любое повторное контактирование вот с этими материалами влечет за собой ухудшение состояния. То есть, в принципе, можно без ногтей остаться. И каким-то непонятным образом вот именно это видео, ну, вот оно как-то залетело, в алгоритмы попало, и меня стали репостить паблики. Просто адово и неистово. То есть посыпались репосты, ну, десятки репостов. А у каждого паблика 500-800 тысяч подписчиков. Понятно, какой я охват получила? И я огребла так, что я думала, что я никогда не отмоюсь. То есть мне писали никакие нехорошие комментарии. Мне писали максимальное количество хейта. И я думаю, ну, тут два варианта. Либо я сейчас в голову в песок, и мы забудем, что вообще это было. Я больше никогда не появлюсь в соцсетях. Либо я могу попробовать, ну, как бы объяснить, что, ну, там, я могла не знать, я буду исправляться. Ну, как-то отработать эти возражения. Ну, начальный этап этот. Все, все понятно. Ну, вот когда оказываешься в этой ситуации, ты не чувствуешь, что это этап начальный. Тебе прям страшно. То есть тебя вот прям вот уменьшили и раздавили вот так вот. Растерли просто как маленькую мошку. Ну, я решила отработать эти возражения. И я где-то недели две, наверное, просто отвечала на эти сообщения. Каждому человеку во всех этих пабликах. Там же они отмечают. И я вижу, где меня репостнули. Много репостов в истории было. И я всем писала на каждый комментарий. Отвечала долго, мучительно, много. И оказалось, что если отрабатывать возражения, можно хейтера развернуть на 180, да, в обратную сторону. Математика, не мой конек. Вот. И оказалось, что тогда эти люди могут стать твоими подписчиками в дальнейшем. Ну, не знаю, фанатами, если можно так и выразиться. И люди стали подписываться. И не потому, что я там какой-то профессионал. А как выяснилось чуть позже. Потому что я иду на контакт. Потому что я общаюсь с аудиторией. Потому что я, ну, там, не посылаю никого. Типа, там, не нравится, не смотри. Нет, я так не делаю. То есть я спокойно объясняю. Что мне может не нравиться. И имеют право. А, еще потом в пандемии еще один был очень крутой случай. Который мне прямо понравился. Я его даже перемонтировала, этот контент. Девчонка осталась. Ну, они же не могут ходить в салон. И вот это началось. Я сходила там к соседке в соседнем подъезде. Она так себе сожгла ногти. Феерично. Просто. Я с ней месяца четыре, наверное, ковырялась. Просто это был такой обалденный контент. Я, когда эти ногти увидела, я вообще подумала, а я смогу? Ну, то есть вот я вот вывезу вообще с этим сработать. Потому что это было вот, ну, наверное, в первый раз, когда мне было прямо вот, ну, на грани. Мне было страшно. И, ну, это не слово отвращения, но такое вот что-то очень с ним граничащее. И потому что я даже не понимала, что там под этими ногтями. Но мы эти ногти ей спасли. А как ты вообще относишься к клиентам? Ведь по-любому же есть клиенты, которые стесняются этого. То есть, например, многие… Они все стесняются. Абсолютно все люди думают, что это прямо что-то такое порочное, что-то, за что их будут осуждать. И моя первостепенная задача – это, во-первых, выяснить причину, да. То есть если я вижу, что причина у нас в голове, ну, не в смысле они сумасшедшие, ну, то есть проблемы бывают у человека, где-то он там запутался, воткнулся. Я просто отправляю к психологу. И перед этим я провожу некую подготовительную работу, потому что я же должна объяснить, что я не считаю ее больной или какой-то умолешенной, да, что я действительно вижу и понимаю, что человек стопорнулся, запутался, у него есть проблемы, ему просто нужна помощь. Чаще всего я использую такой прием, когда я говорю, что у меня тоже были проблемы. Ну, то есть я рассказываю какую-то свою похожую ситуацию. То есть я и ногти грызла, и там всякие эти шарики за ролики тоже заезжают, нас, как говорится, диагноз просто еще не поставили или кого-то не поймали. Таким образом человеку психологически становится спокойнее. И тогда он легче воспринимает мои слова. Дальше я начинаю объяснять, что если, например, это грызун, я всегда задаю один и тот же вопрос. Ну, то есть я говорю, вот, например, Наташа, назови мне хотя бы одну ситуацию на этой планете Земля, в этой вселенной, при какой ты могла бы сказать, что, блин, вот слава богу, я ногти грызу. Нет такой ситуации. Нет такой ситуации. Конечно, нет. И вот как только человек это понимает, это становится вот этой вот точкой, откуда мы отталкиваемся. Тогда я начинаю работу. Есть, конечно, категории клиентов, которые вообще, они такие пришли, они думают, что сейчас я там что-то сделала, хала-м-хала, и вот что-то само случится. Конечно, нет. Я долго объясняю, что это будет совместная работа. Ну, то есть просто сделать ей нарастить ногти, это вообще неэффективно. То есть мне нужно вызвать у человека ценность. Ну, короче, здесь что-то на грани психологии, что-то около. Но, тем не менее, работа с психологом, она обязательна, и это официальная информация, она указана в медицинских справочных. Кстати, по поводу терминов, да, у меня еще фишка моя заключается в том, что я не использую сложные слова. Но прикол, еще один есть, почему я их не использую. Я могу путать местами буквы в словах. Оказывается, это какая-то из форм дизлексии. Меня, кстати, в первом классе хотели оставить на второй год за то, что я была самая тупая, по мнению нашего директора. На самом деле, я просто медленно читала, потому что я не могла правильно складывать буквы в слоги, ну, и так далее, и так далее. Также людям заходит, например, то, что я стараюсь именно действовать с позиции понимания. Ну, не типа, фу, как она себя довела до такого состояния. Бывает, что там ногти, вот они уже все, они там сгнили, протухли, умерли. А там молодая красивая девчонка. Ну, вот прям вот вообще модель просто офигительная. И она мне рассказывает, говорит, вот все, это у меня хорошо, но я не могу даже смотреть на свои ноги, мне за это очень стыдно. То есть они думают, что люди с грибковыми ногтями это какие-то бомжи. Но это не так. И вот я всегда стараюсь это объяснить и именно эту информацию подать, чтобы люди не боялись решать эти проблемы. Я знаю, что ты до сих пор отвечаешь своим подписчикам, своим, можно даже так сказать, хейтерам. Очень глупо ей не отвечать. Вот это та ошибка, которую допускают большинство. Ну, практически все. Они ловят звезду и типа, у нас столько дела, я не буду отвечать. Нет, я буду отвечать. Я считаю, что я смотрю тогда. Да, конечно. Как ты отвечаешь? Пошли в дом. Так, ну что, я знаю, что твое утро начинается с ответов подписчикам. Почему именно утром? Почему вот в этот период времени? Ну, они просто за ночь уже понаписали. Я вообще в течение дня тоже отвечаю. То есть в любое свободное время я стараюсь тратиться на то, чтобы ответить людям. Потому что у них часто бывают вопросы, которые их очень сильно беспокоят. Ну, реально надо помочь. А ночью бывало, чтобы отвечала? Нормальное мое состояние. В три часа ночи кому-то что-то писать. Вообще абсолютная норма. Так, ну что, давай посмотрим на твоих подписчиков, что они тебе пишут. Давай в запросы. Так, с кого начнем? О, что-то про плесень. Нормально? Да, отлично. Подходит, подходит. Интересно. Да простит меня моя подписчица. Добрый день, у меня есть вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. У меня клиентка принесла мне вот такое. Там маленький анихолизис есть, но как выяснилось, что она его наковыряла, когда пыталась отковырять внутри эту грязь. Анихолизис знаешь, что такое? Это когда у тебя ноготь не соединен с ногтевым ложем. То есть у тебя ноготь отошел. Отойти он может по разным причинам. Там травмы, инфекции, еще что-то. Ну там плюс-минус. И вот она мне, значит, скидывает фотографии. Вот смотри, вот здесь вот хорошо просматривается. Вот здесь есть небольшая пустота. То есть неровный, а свободный край. Вот прям вот это пятнышко, да? Да, и затемнение, да? То есть скорее всего туда попала какая-то грязь. Она мне скидывает несколько фотографий с разных ракурсов. Я вот так смотрю, она делает, в принципе, очень даже неплохие ногти все делает правильно. То есть это мастер хорошего уровня. То есть она пишет, инструменты проходят все этапы обработки. Все чисто стерильно. В медсухожаре, то есть она уже начинает оправдываться. Они потому что боятся то, что если что-то пошло не так, это обязательно виноват мастер. Но это прям сильно не всегда так или всегда не так, я даже больше скажу. Потому что вот эта история занести инфекцию на маникюр, и там намного больше вероятности после него это все сделать. Ни у кого такой проблемы не было. Отслойки на этом месте тоже не было. То есть эта штука развелась не от анихолиза, а от отслойки. То есть она что-то там перебирает какие-то варианты, и она пытается понять, вот она это сделала или не она. Хотя на самом деле, да, ну, скорее всего проблема в том, что, видимо, попала какая-то грязь под ногти клиенту, и она стала там чем-то подковыривать. Все, то есть я сейчас ей запишу голосовое, с твоего позволения. Да. Ну, смотрите, скорее всего у нее это не отрастает, как вы говорите, по одной простой причине. Она все время подчищает там, подковыривает, и, в общем, оно продолжается. Единственное верное решение здесь, которое можно принять, это срезать всю длину в ноль, убрать покрытие, сделать небольшую зачистку и порекомендовать ей на домашний уход масла чайного дерева, например. Оно будет давать профилактический антибактериальный противогрибковый эффект. И все будет хорошо. И сказать клиенте, чтобы она там больше не ковыряла. Все, вот, ну, примерно так. Я уже пришла на голосовое, потому что иногда у меня элементарно нет сил. Ну, то есть я буду писать очень долго. Главное, чтобы мне в ответ голосовые не кидали. Потому что я, видишь, достаточно быстро разговариваю иногда, там пять голосовых. На пять минут, да. Вот в таком. Знаете, Алена. И вот это вот начало. Да, да, да. Вот эти вот вздохи. Просто три дня. Я думаю, боже мой. Так, держи себя в руках, будь корректной. И я понимаю, что она вот собирается с мыслями. То есть у нее нет же привычки, да, голосовые записывать, быстро это делать. Она не понимает, что она у меня 150-миллионная за сегодня. Я стараюсь проявить к этому понимание. Ну, как бы, иногда получается. Ну, вот она уже ответила. Очень хорошо, спасибо огромное. Прослушала ваше голосовое. Будто ролик на ютуб смотрела, необычно в переписке слышать. Спасибо огромное за обратную связь. Ну, вот это произошло прямо при тебе. Так, давай дальше посмотрим. Так, Денис Воробьев мне что-то пишет. А, ну, тут у меня есть еще, да, фанаты вот такие странные. Угу. Единственные, неповторимые, еще красивые. Ну, такие вещи. Такие ответы на историю постоянно. Он мне какие-то ролики скидывает, песни какие-то. Ну, короче, там есть вот такие приколы. Ну, я, чтобы никого не бежать, просто ему ставлю лайк на сообщение и все. Иногда Антон ему ставит лайк. Он об этом не знает. Вот прикольно. Здравствуйте. Я пишу, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как быстро вылечить ногти? Я сама делала наращивание дома. У меня от геля треснули ногти. Скажите, пожалуйста, обратилась к вам, смотрю, как вы делаете ногти. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Ну, и вот что отвечать таким? Ну, то, что я хочу ему ответить, мы не будем говорить вслух. Я напишу, что советую вам обратиться к специалисту. Ну, к профессионалу. Да. Ну, вообще, вот много, наверное, все-таки таких сообщений, когда люди сами не знают, что им вообще нужно, чего они хотят. Ну, они просто... Ну, вот, посмотри, да. Ну, во-первых, это 100% не ее фотография, да, закрытый аккаунт. Ну, там какая-нибудь девочка, которая подумала, что она может купить и что-то там себе мазать. Ну, немножко не разобралась, как бы, в том, как это все работает. И, скорее всего, убила свои ногти. Ну, скорее всего, да. Потому что, ну, видишь, она пишет, что они у нее треснули. Там, скорее всего, вообще жесть. Если я прошла ему фотографию, там из глаз пойдет кровь. Ну, короче, пусть идет к специалисту. И причем это бесполезно. Ты будешь объяснять, вот есть эта категория людей, которым ты будешь объяснять, и они все равно будут делать фигню. Ок, пусть делают. А вот было такое, что ты, получается, пишешь, кому-то отвечаешь, и они начинают, знаешь, с тобой спорить. Ссорятся, спорить. Вот, и ты, ну, правда им... Нет, такого не бывает, на самом деле. Потому что у меня уже хватает авторитета. Угу. Ну, вот моей вот этой вот, ну, типа, экспертной экспертности, да, вот это когда я точно, точно буду правать из этой серии. И этого хватает. Но, знаешь, как часто отвечают, когда я понимаю, то он мне присылает, а там все, там, там, палец, он почти умер. Угу. Там уже все, там надо прям бить тревогу. Я говорю, срочно, пожалуйста, обратитесь. Ну, там уже либо к хирургу, да, либо, я говорю, найдите, пожалуйста, подолго в вашем городе, чтобы решить эту проблему. Ну, то есть, знаешь, когда там уже опасное воспаление, ну, да. И там, ну, не дай Боже, уже какая-нибудь ампутация светит, если сейчас этот вопрос не решить. И мне начинается, ой, я живу в таком месте, у нас тут вообще нет специалистов. Ну, серьезно? Ну, то есть, хочешь спросить как-то, и тогда я спрашиваю, а какой город? Она называет там, или он, да, какое-нибудь там, ну, типа глухое село, но на самом деле даже там, в близлежащих населенных пунктах можно найти. Я говорю, какой ближайший, ну, там, город, там, к вам, да, до которого можно, там, ну, несколько часов доехать. Ну, да. Мне далеко туда ехать, я не поеду. Ну, значит, тебе так нормально, что у тебя палец сейчас отвалится. Ну, ок. То есть, даже до такой степени, что ты вот, правда, можешь сидеть, или ты все-таки этим… Если у меня есть время, ну, я, я умею пользоваться Google. Ну, яндексом, там, вот этим, вот всем. Вот прямо сейчас розыгрыш, который у нас должен быть на вечер, мошенники пытаются у людей отнять деньги. Ну, вот в Телеграм-канал пишут, что вот пытаются людей, как бы, на, на чуть-чуть, на деньги развести, что, типа, прошел уже розыгрыш, хотя он сегодня в 20.00, и выслали список людей, которые выиграли, мы видим сейчас… И что от них требуют? Ну, скорее всего, за доставку, там, энную сумму, за сколько там… А где это выложили, вот это, что это такое? Просто людям, людям пришла в личку от… От Виктории какой-то, с моей фотографией, да? От Виктории какой-то, с моей фотографией, от Александра Парфюмерова просто взяли твою фотку, чтобы люди пришли в смятение и перевели… Ну, это периодически бывает, да, какие-то вот такие вот… То есть на лице уже, как бы, пытаются развести людей. Как вообще будете сейчас решать этот вопрос? Ну, мы, значит, просто сообщим подписчикам сейчас доступным способом через Телегу, когда они нам скинули, что, ну, не надо этого делать. Ну, вообще, нормальные люди, они, конечно, удивятся, что это… пришло, там, не от моего имени, например, да? Ну, да, с твоей фотографией… Ну, с моей фоткой, да. Ну, как бы, понятное дело, сейчас уже к мошенничеству, кстати, нормально так уже относятся. Ну, то есть люди уже… Осознанные… Да, разбираются в этом. Так, ну, пойдем тогда посмотрим, как вообще происходит у вас это. Захожу в «Контакт» и действительно люди пишут, что… Ну, некоторые, да, действительно догадались, что это мошенники. Им прислали в личку сообщение тоже, вот, фотографии нашего розыгрыша и как будто бы вот имена победителей и Телеграм. Кто-то, к сожалению… Кого-то мы успели предупредить, а кто-то, к сожалению, вот они уже перешли по Телеграм и, я думаю, потеряли сейчас и свои странички Телеграм и странички ВКонтакте. Здесь просто нужно быть, ну, внимательным, читать условия конкурса. Всегда мы подарки отправляем за наш счет. Мы все, что смогли… Все, что смогли, мы сделали, да. Все, что смогли, мы сделали, да. Если люди не могут читать, я не могу за них это сделать. Вот здесь отправлял какой-то бой, взяли твою фотографию, название твоего сообщества, но никогда… Мы так не делаем, мы отправляем все всегда с официальной страницы. Да, придется записывать обращение, да, быстренько разместить. Давай я быстро сделаю ВКонтакте и в Телеграм давай его тоже скинем. Да, в Телеграм можно делать курочек. Пойду. Пойду запишусь. Друзья, у нас случились непредвиденные обстоятельства. Оказывается, от моего имени сейчас пишут мошенники. Я хочу напомнить, что конкурс сегодня в 20.00. Ни позже, ни раньше. Именно в это время мы подведем итоги. Поэтому ни на какие личные сообщения, пожалуйста, не отвечайте. И главное, по ссылкам не переходите. Это точно мошенники. Давай начнем с того, кто такой Антон. Давай познакомимся вообще. Популярный вопрос на самом деле в моих соцсетях. Какой Антон? Антон – это мой муж, в первую очередь, да. Ну и, конечно же, один из моих технических специалистов, основной мой технический специалист, который оперативно вот за всем этим следит где-то. Финансовый. Финансовый тоже, да. Ну вот сейчас мы записали обращение. Ты его скидываешь куда-то? Да, я его размещаю. А, ну вот сейчас он разместит обращение насчет того, что там мошенники. А ВКонтакте тоже можно подождать? Да, обязательно. То есть он мне вот совсем этим помогает. Понятное дело, что в одиночку с таким объемом работы, конечно, справиться просто невозможно. Поэтому вот там наш серый кардинал, какой-то там черный, темный. Как это называется? Ну вот этот вот какой-то там кардинал, который… Голозы за кадром. Голозы за кадром, да. Лучший комментатор. Он, кстати, помогает мне все эфиры вот проводить. Потому что, если я что-то делаю, то, естественно, если я буду отвечать на комментарии, отвлекаться, я буду делать это долго. Поэтому читаю это он, а я перью. А как часто вообще происходит вот такое, что мошенники могут написать подписчикам? Ну, слушай, я не могу сказать, что прям вот каждый день, да, но периодически что-то случается. То есть, чем больше аудитории, тем больше людей, которые меня сильнее всех любят. Ну, понятное дело. Есть те, кто просто мошенники. Есть те, кто целенаправленно пытаются там мне вредить, да, там, выкладывать там какие-то про меня там… Ну, не знаю, на всякую фигню даже, потому что я там недостаточно экспертная или там… Ну, они из зависти от злости, от незнания там, от невежества чаще всего это делают. Сейчас, секунду. Алло? Что случалось? А, ну, ладно, все, поехали. Я еду. Хотелось бы вот подробнее о том, с какими проблемами ты сталкивалась в самом начале своего пути. Слушай, ну, наверное, как все, были те, кто не поддержал, те, кто говорил, что это обслуживающий персонал, да это стрёмно, ногтепилка. Была даже подруга, которая говорила, что я делаю стрёмные ногти и вообще, я говорю, это нафиг, это кому надо, это такой отстой. Ну, кстати, прошло время и относительно недавно она мне написала. Попросила… Мы все время не общались, я тебе больше скажу. О-о-о. Она прямо говорила, что стрёмные ногти. И потом она мне написала, сказала, что у нее дочка меня смотрит. Сказала, что она гордится тем, что она со мной знакома была. Ничего себе. А так были, знаешь, там, вплоть до того, что даже учителя… Вот, понимаешь, сколько лет уже прошло с момента школы, даже мне передавали информацию, что, типа, ой, что это там, Алена, ногти все свои пилит. Типа, ну, там, знаешь, там, не на заводе, да, не высшее какое-то образование, а вот просто ногтепилка, услуга, под ногтями ковыряют, услугу оказывают. Ну, то есть, вот что-то такое, всегда пытались это принести. А мне же, наоборот, никогда вот не было за это как-то неудобно или стрёмно, или обидно, даже не знаю какое слово. То есть, для меня нормально. То есть, оказание услуги… Я решила, что я буду оказывать её так круто, чтобы… Ну, чтобы об этом говорили. Ну, вот, собственно говоря… Ну, да. Так и получилось. Ну, вот, а тяжело вообще к тебе попасть вот так, интересно? Даже, мне кажется, многие… Ко мне можно попасть, если у вас какой-то случай. Ну, то есть, вот, если там есть что-то такое интересное, что подойдёт мне на контент, с чем другие не справляются, а просто делать у меня ногти, я не вижу вообще в этом никакого смысла. Ну, то есть, там у меня салон есть с мастерами, которые делают нормальные ногти. Ну, да. Зачем это нужно? Ну, в общем, больше для себя… Ну, желающие там из серии «Хочу!» «Клаврентьевой!» «Вот вообще жить не быть!» Да, для этого есть солидный ценник. Пожалуйста, ни в чём себе не отказывайте. Вот, как ты думаешь, кто тебя смотрит? Потому что, ну, так сказать, контент у тебя специфический в том плане, что это не просто красивая картинка, вот как ты сама говорила, там красивые ноготочки… Ну, не для слабонервных. Не для слабонервных, да, так сказать. Вот, как ты думаешь, кто смотрит? Только ли смотрят люди, которые вообще занимаются этим или же всё-таки… Многие пишут, я вообще не занимаюсь ногтями, но у меня почему-то это так успокаивает. Эта серия сейчас налью чай с печеньками и мы начнём смотреть, как ты там всё это откапываешь. Вот это, знаешь, аудитория, которая вот, знаешь, видосы такие, где прыщи выдавливают? Да, да, это же многим нравится. Вот я в рекомендациях там же выхожу. То есть это вот одно и то же, да, поковыряться в ногтях, подавить прыщи. Я даже спрашивала у мамы, у мамы у меня психолог, и я говорю, это вообще нормально? Нет, что вот людям это прикольно? Потому что я сама прыщи люблю смотреть, то есть я как бы такая же, как они, получается. Она говорит, да, просто это категория людей, которым нравится быстрый результат. Ну, то есть у серии был прыщ, на него надавили, что-то там вышло вот это вот, и как бы стало хорошо, то есть результат идёт сразу. И в моём случае то же самое, то есть был ноготь, его там, он был там грязный, испорченный, да, допустим, мы его там обработали, все сделали, он чистенький, красивенький. То есть это сразу быстрый результат. И люди получают от этого удовольствие, что вот они наблюдают вот эффект этого результата. То есть очень-очень разношурстная есть аудитория. Расскажи, пожалуйста, немного про свой первый опыт, про, может быть, первый маникюр. Ну, первый маникюр у меня был весьма забавный. Мне его сделал папа. В третьем классе, я помню, собираюсь там на 1 сентября, ну, то есть готовлюсь, мама уехала в командировку. Значит, мне там нужно одеться, все дела. И по какой-то причине я решила, что у меня должны быть накрашены ногти. Ну, тогда, естественно, были только лаки. Даже помню цвет белый, перламутровый. И я плакала, сидела, потому что не могла никак. Ну, не получалось у меня попасть, короче, по ногтям ровно. Вот. И папа у меня такой, знаешь, он не выносит слез. Он прям вот не может, когда плачет кто-то. И он, ну, что ты, что ты опять плачешь, что случилось? А я прям, ну, меня даже называли плакать, кстати, очень много плакала. Такой ребенок был. Я говорю, я не могу накрасить ногти. Ну, давай, давай, я тебя накрашу, только не плачь. И я помню, как вот он мне красил мои ногти. Такой у меня был первый маникюрист. Креативненько. Ну, это все, что угодно, чтобы только дочь не плакала. Ну, вот, наверное, получается, вот в таком возрасте, когда, например, одноклассники, подружки ходят уже с ногтями, хочется чего-то яркого, наверное. Вот были такие истории? Тогда не так было. Не так? Нет, нет. Ну, мне как бы не 20 лет, если что. Только мы никому об этом не скажем. Вот. И тогда, нет, тогда максимум... Самое большое счастье было, это если мама, ну, дала свой лак, там, если повезет с блестком. Они тогда только появились. А вот сейчас, конечно, поколения, да, которые, там, ну, примерно, там, сколько, 12, там, 11-13 лет, вот этот диапазон, они, конечно, да, они прям, они мечтают об этих ногтях. То есть у них это очень круто считается, они прям, знаешь, вот это повыпендриваться, сходить в школу с ногтями. Это, да. То есть они прям просят. Но я очень много стараюсь рассказывать о том, что всему свое время и выглядеть, и разговаривать, и одеваться, и делать все бьюти-услуги надо, конечно же, по возрасту. Потому что все еще будет, а от, допустим, не совсем грамотного маникюра или неподходящего под несформировавшуюся ногтевую пластину ребенка можно нанести такой вред, который ты уже не поправишь потом никогда. То есть ногти можно травмировать по незнанию. Но, к сожалению, на данный момент легкодоступность входа в профессию, вот та, которая у нас есть, да, из серии, ты можешь просто там онлайн где-то пройти, просто купить, и тебе типа ничего за это не будет. На самом деле будет, потому что надо понимать уровень ответственности, которую несет так называемый мастер, но не отдавайся в этом отчет, да, что можно навредить, можно сделать дырку в человеке. Это из серии, как вот вырастает у человека нокой, да, что раньше делали, к хирургу выдернуть. Вот, хирурги, к сожалению, не учитывают тот факт, что если, например, это происходит у девушки, то она, возможно, потом когда-то захочет носить педикюр. И если ноготь не совсем верно выдернуть, как бывает практически во всех случаях, к сожалению, то потом он начинает расти не в ту сторону, или их два, или три. Ну, то есть они там делятся на части, потому что вот эта зона, где клетки формируются, из которых состоят наши ногти, она может быть травмирована, ну, там, местами, да, и поэтому может несколько ногтей расти, или вообще в другую сторону. И такие уже последствия, они не поправимы, к сожалению. То есть если вы нарушили рост вот этих клеток, то как бы все. У хирурга же, опять-таки, да, выдрал, диагноз считается снятым. А что потом? Не особо всем и важно. И только сейчас вот к нам, да, к подолгам, начинают прислушиваться, нас начинают замечать. Я уверена, что я сделала, на самом деле, здесь большой вклад, да, то есть я предала это огласке, потому что я очень хотела, чтобы с нами начали считаться. Потому что мы те единственные специалисты, которые до последнего будут биться за эстетику ногтя. Потому что нам не подходит вариант просто выдрать. Мы будем делать все, чтобы этого избежать, чтобы… Потому что есть способы сделать и аккуратно срезать кусочек краешек ногтя, который впивается, снять это воспаление, сработать с этим, применить коррекционные системы и так далее. То есть осуществить сложную, долгую работу, но направленную на то, что на выходе человек останется с красивой эстетической ногтевой пластиной, она сможет в итоге носить босоножки. И ты представляешь, как круто? Ну да. То есть я просто видела столько девочек, которые от этого страдают, и парней, кстати, тоже. От каких-то, знаешь, таких неумелых прижиганий бородавок, лазерами в клиниках, опять-таки, да, за много тысяч денег. То есть вот это все, я это видела настолько много, что я считаю, что я должна помочь эти вопросы людям решать и научить их. Заходи. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, и он. Мой салон. Давай пройдемся, может быть, я тебе все покажу. Да. Тут, кстати, вот полностью мое, так скажем, ну типа дизайнерское решение. Я не дизайнер, но я делала все так, как мне откликалось, так, как мне виделось. Вот там даже те же самые столы, например, полностью моя разработка. Можешь вообще рассказать, что вот не так с работой? Что не так? Да, прям интересно. Нет, ну по большому счету ногти есть. Факт. Блестит красиво. Но, допустим, на мой взгляд, абсолютно не проработана архитектура. То есть у нас есть лишний материал по краям. То есть прямо они такие, знаешь, похожи на плюшечки и лепешечки. Также у тебя есть тенденция немножко на подклевывание, чуть растут вниз. Надо было по-другому здесь опилить. Я предлагаю тебе переделать. Вот мне прям мизинец очень сильно нравится. Он будет очень прикольненький. И ты прямо этого не узнаешь. Давай. Переделаем один? Отлично. Так, начнем. В лучших традициях антисептическое средство. Да? Можешь вот так ручкой протереть просто? Нет, нет. Мы сейчас снимем все лишнее. Я прямо на тебе сниму короткий мастер-класс, который потом выложу в интернет. Ты будешь героиней моего мастер-класса. Так, сколько ты говоришь слоев цвета? Тебе два положили? Да. Мне кажется, два слоя. Угу. Сейчас мы найдем сначала. Проведем раскопки. Вот если бы твой мастер такое сделал? Ну, я бы была не очень в засторге. Я бы отправила такого мастера на повышение квалификации. Ну, как бы у нас это в салоне непозволительно. То есть, если такое сделают, то, ну, будут жалобы, будет скандал, будет возврат, переделка. Ну, знаешь, вот это все, что обычно следует. Вот. Другой разговор, конечно, что бывает такое, что люди намеренно выискивают несуществующие недостатки. Это понятие сейчас зовется потребительский экстремизм. Когда человек идет с намерением увидеть какие-то недостатки и потребовать некоторой компенсации. Это, кстати, вообще такой сейчас очень острый вопрос, потому что у нас потребитель, вы как защищен со всех сторон, а вот предприниматель в лице меня, например, абсолютно не защищен. Потому что ты можешь оставить отзыв где хочешь, даже если ты там не был. Ну, правда же, да? Ты же можешь зайти на какой-нибудь там отзовик и там все, что ты хочешь написать. То есть, если на маркетплейсах тебя как бы проверяют, купил ты товар или не купил, и там тебе еще как-то отвечают, еще что-то, то там на вот этих отзывиках, к сожалению, приятного мало. Сейчас ты вот сталкиваемся с таким? Да, мы с этим сталкиваемся, причем достаточно часто, и иногда мне вот роман бессилия кричать хочется. И вот вообще вопрос, почему так происходит? Почему юридически нас никто не защищает? Я считаю, что это вообще несправедливо. Потому что клиенты вьют веревки, то есть они намеренно оставляют эти отзывы. И даже были случаи, когда мы отработали отзыв, ну там серия, ты возвращаешь деньги, ты даешь дополнительную услугу, то есть удовлетворяешь все требования, чтобы человек убрал негативный отзыв, потому что он вообще не заслуженно оставил. Проходит время, оно просто еще раз слово выкладывает. Ну, вот так. То есть никто не проверяет, насколько адекватный этот человек. Вот за это мне прям вот обидно. И это не только я от этого страдаю, то есть это происходит повсеместно. Это у многих, словно, такие проблемы есть. Ну, во мне это просто несправедливо. А вот может есть какой-то прям случай, который вот максимально сидит у тебя в голове такой вот, знаешь, яркий пример? Такого? Да. Надо вспомнить, знаешь, каждый день. Достаточно. Что-то происходит, да? Да, постоянно что-то происходит. Да. Я расскажу, была, значит, клиентка, которая записала свою маму к нам просто на педикюр. В процессе выясняется, что там не эстетический вопрос, а педологический вопрос. То есть это другой уровень компетенции. И мастер, который занимается педикюром, это не тот, который мастер-подолог. То есть это прям разная квалификация. И, значит, там возникли какие-то с этим сложности. Она там была недовольна. Мы должны были, значит, используя там этот ясновидение, дар, да, значит, каким-то образом определить, куда она должна быть записана. Но, естественно, этого не произошло. И плюс там в довесок там было что-то. У нее какой-то скол случился на какие-то квадраты там неправильные. Постоянно требуют ей делать. У нас есть просто правило, да, которым мы должны следовать, чтобы все носилось. У нас иногда клиенты заставляют нас делать по-другому. Прям вот чуть ли не топают ногой. Плюс ее мама, она, значит, ослушалась мастера, которая сказала там, ну, не вставать определенным образом, потому что можно действительно упасть, там нельзя вперед наклоняться. Она там навернулась. Мы там сыпались в извинениях, дарили подарки, сделали бесплатные услуги. Ну, то есть, ну, вот все, что можно было, мы сделали. Она убрала этот отзыв, прошло время, и она просто сделала копипаста. Точно такой же. И мы поняли, что это бесполезно, что просто у человека, ну, у него сложности, понимаешь? Сложности с, ну, как сказать, деликатненько так. Ну, да. С головушкой. Вот. То есть есть проблемуля. Знаешь, что вот стремно? То, что у нас с тобой прям свежий маникюр. Ну, прям свежак. У тебя тонкая-тонкая кутикула. У тебя действительно очень нежная кожа. И тут, конечно, вообще нифига красиво не получается. И шлифовать тебя, да, лучше не надо. У тебя прям супер-супер тоненько все. Ну, да. Обычно. Я после этого, на самом деле, всегда переживаю, когда мне делают, но... Слушай, ну тебя можно понять. Я вот тоже проблемный клиент в плане того, что у меня очень тонкая кожа и мне вообще все больно. То есть, если тебя перешлифовали, значит, прям... Слышишь, как тёрно, да? Угу. То есть, это неправильно выбранная флиза или неправильно подобранное количество оборотов? Угу. Ну, наш на случай тоже чистый не будет, потому что у тебя свежий маникюр ещё не доотросло до конца. Угу. Ну, то есть, они у тебя без каких-либо там таких сильных отклонений. Угу. Угу. Просто не совсем верно выстроена архитектура. Ну, конечно, срез такой некрасивый. Сейчас погодите, я можно? Да. А что такое архитектура вообще ногтя? Ну, да, такое слово не все его понимают. Архитектура ногтевой пластины – это то, каким образом мы должны располагать материал на поверхности так, чтобы ноготь у тебя носился и не ломался. То есть, это безопасный способ распределения материала. У нас, да, есть некоторые термины, которые мы заимствовали у архитекторов, наверное, такие, как арка, например, вот архитектура. То есть, есть такое понятие, как арка ногтевой пластины. Ну, у кого-то она есть, у кого-то её нет, но наращивание, например, эту арку мы создаём искусственно. То есть, мы её приделываем там, где её нет. Так, сейчас мы с тобой возьмём пилку. Ты, кстати, знаешь, да, что там, допустим, сейчас по правилам должны быть пилочки одноразовые, да? Да, да. Инструменты. Ты смотришь, да, что вот при тебе вскрывают, например, крафт-пакеты? Это обязательно, за этим я прям всегда слежу. Хочешь, я тебе покажу, что у тебя нет? Как, да. Посмотри, видишь, у тебя ноготь где заканчивается? Угу. Сейчас тебе здесь приложу. И тебе вот тут вот не хватает кусочка ногтевой пластины. То есть, неправильно установленная пилка. Просто поставили пилку вот так. Даже сейчас сниму. И пилили ровно. Хотя нужно мягко выходить из точки в рост и совершать вот такие закругляющиеся движения. Ну, такая типичная распространённая ошибка. И на выходе, да, у тебя будет отрастать вот здесь вот такой вот уголочек некрасивый. А вот, может, есть тогда какие-то советы, на что смотреть, вот когда выбираешь мастера? Потому что вот мне, например, я не могу сказать, что я замечаю какие-то такие моменты. Тебе просто норма, да? Да, но мне по итогу вот цвет получился хороший. Ну, цвет очень красивый. Очень красивый цвет получился. Вот. И как бы, как вот... Слушай, ну тут на самом деле только насмотренность. Ну, то есть ты либо в этом разбираешься, но тебе как бы однажды это объяснят, либо нет. Но знаешь, в чём прикол? Что если тебе норм, ну и ходи. Угу. Ну, правда. Ну, смысл хорошего маникюра в чём? Чтобы клиенту было хорошо. Кто-то вообще странные формы просит делать. И это тоже нормально, потому что, ну что, клиент всегда прав. А другой разговор, если мы разбираем там приступы перфекционизма мастера, да, вот, ну меня в частности. И не то, чтобы там какой-то прям суперперфекционист, но опять-таки считаю, что здесь ошибки есть, да. Плюс у тебя кончик вот чуть-чуть направлен вниз. Мы сейчас это всё с тобой поднимем. Ну, и стенки, видимо, тоже восстановим, потому что что они там непонятно где у нас будут. Поэтому достанем сейчас специальный какой-нибудь материал. Ну, сейчас найду вот такой какой-нибудь материал, такой маленький туп. Вот, мне всегда было интересно. Однажды я пришла в салон, и мне сказали, что вот по этой части пальца нужно смотреть, какая форма тебе подходит. Это правда или же это всё-таки такая... Чего тебе сказали? Вот по этой вот, получается, форме нужно смотреть, какая форма. По линии кутикулы? Ну, да, получается. По линии кутикулы можно понять, какой овал нужно выпилить. Потому что овальное ноготь – это когда сверху равно снизу. Ну, то есть это вот тогда овал. А тебе и квадрат будет прекрасно. У тебя всё что угодно будет прекрасно, если это красиво и правильно выпилить. Ну, Марис, да? Интересно. Да, согласна. Прямо на полном серьёзе, да? Да, мне прямо сидели и говорили, что вот у вас тут такая форма, вам подойдёт то. Я помню, как я говорил. Слушай, квадраты не все умеют пилить, но на самом деле самая сложная форма – это красивый овал или миндаль. Потому что квадрат – это чёткая геометрия. Тут у тебя с этой стороны, с этой стороны и с этой стороны, да? Тут у тебя кругленько. А овал и миндаль – это когда ты действительно видишь симметрию, абсолютно её полностью, ещё правильно её там сверху дальше выровнять. Вот сейчас мы с тобой будем твой ноготочек делать. Первым на первом мы, конечно, возьмём праймер. Так, у нас с тобой лампы включил. Будешь сушить, ладно? Угу. Кстати, запомни, да, перед нанесением, абсолютно любым нанесением материала, да, вот который, знаешь, ты капелька, которая выравнивающая, да, большая, всегда должна быть база. Тонкий слой базы – это защитит тебя от ожога. Потому что тонкий слой точно просушится. Знаешь, откуда бывают химические ожоги? Ну, вот от лампы, получается, да? Нет, они бывают от того, что мастер не знает высоту просушки материала и мощность своей лампы. И, соответственно, ставит слишком большую каплю без подложки. Эта капля полимеризуется, то есть высыхает только сверху, а внутри, вот здесь, в серединочке, у тебя остаётся мокрое пятно. И ты с ними три недели гоняешь. Что будет, если чистую химозу капнуть на ногтевую пластину? Конечно, она будет проникать внутрь и тебе давать ожог. Всё очень просто. Поэтому мы делаем вот такой тонкий слой базы. Ну, любой эластичной базы. Но я тебе буду сейчас достраивать то, чего не хватает. Потому что нам здесь прямо объективно надо. Ну, сейчас все там плюс-минус продвинутые мастера уже давно используют твёрдые материалы в работе. Потому что база, она знаешь, что делать? Она даёт усадку. Может, ты замечала, что ногти немножко такие, ну, вот волной могут пойти под конец носки. Да. Это называется усадка. Потому что база имеет эластичность. Твёрдый же материал, такой как гель или полигель, он ведёт себя совсем иначе. То есть, видишь, мы тебе выложили сейчас вот такой вот пельмешечек. Я тебе заложила все твои точки в рост, да? Угу. И я сразу присушу тебя здесь, потому что у тебя валики такие пышненькие. Они могут сдвигать материал. Если будет горячо, говори. Руки у всех разные. У тебя, ну, такие средние объёмности. Ну, то есть, если ты даже сбоку посмотришь вот на свой пальцы, видишь, он у тебя... Здесь он такой плоскенький, а вот если в торец, смотри. Видишь, сколько у тебя вот здесь наплыв и вот здесь. Да. Видно тебе такой плюшчатый? Да, да, да. Хотя у тебя, на самом деле, абсолютно нормальные ногти. То есть, у тебя очень красивые пальцы прямые. Спасибо. Смотри, какие у тебя пальцы классные. Если тебе сделать грамотную архитектуру, всё будет вообще идеалити. И сейчас мы такую и сделаем. Сейчас мы тебе сделаем тонкий, красивый, изящный... Это потому что у меня... Да, это у меня длинные ногти. Это нормальное явление. Обычно у клиента инсульт просто такого. Ну, это как бы бывает. Вот. Мы сейчас тебе сделаем тонкие ногти. Угу. Но там не будет твоих натуральных ногтей, к сожалению. Но перчатка, к сожалению, у меня часто вот так рвется, потому что длина ногтей достаточно большая. Угу. Так, ну всё, готово. Ну, это выглядит совсем иначе. Ну, а какую разницу ты видишь? Ну, что вот тебе бросается в глаза, может быть, или что тебе стало по-другому? Ну, во-первых, он действительно кажется длиннее, но вот это как раз таки, как ты сказала, благодаря тому, что он не идёт вниз, а идёт вот прямо прямо. Да. И он выглядит действительно тоньше. Он в стране получился. Да. Мы его похудели. Да, они такие толстенькие, а тут прямо вот он выглядит очень естественно. И как будто мне действительно пять слоёв наложили на ноготь. Ну, тут пять слоёв-то и нет, по идее. Ну, да. Но тут просто вот они действительно выглядят гораздо-гораздо толще. Прям, ну, это совсем, это просто небо и земля, мне кажется. Мне очень нравится. Прям. Вообще, мне очень приятно видеть вот такой вот восторг на лицах клиентов. Ну, это правда. Да, они такие действительно классные, когда они понимают, что есть разница. Ну, да. Как вот сходишь один раз вот действительно на правильный, хороший, красивый, вот видишь, как действительно могут выглядеть твои ногти. И вот как-то уже, ну, вот это уже даже не смотрится как-то красиво и не смотрится вот, что да, меня это, например, устроило бы. Куда ходить ты будешь себе? Как жить дальше? Ален, расскажи, пожалуйста, есть ещё какие-то темы, помимо маникюра, которые, ну, действительно, ты освещаешь в своём блоге и которые ты считаешь проблематичными? Ну, есть такая тема, которая кажется, ну, прям такой простой, да, и казалось бы очевидно, это подбор обуви. Ну, то есть я столкнулась с тем, что люди элементарно не в состоянии вообще правильно выбрать себе обувь, там, по длине, по ширине, по полноте и так далее. А вот что такого, что вот неправильный подбор обуви, чем это вообще грозит? Ну, по большому счёту, вообще всеми возможными проблемами, которые связаны с подонаправлением и также ортопедией. То есть если человек неправильно подбирает себе по длине или по ширине обувь, он получает сдавливание пальчиков, это вызывает, в свою очередь, опрелости, анихолизисы, мозоли, гематомы, проблемы с пятками, вообще в целом проблемы с ногтями, врастание ногтевых пластин, да, это уже такая достаточно серьёзная тема, наболевшая, проблемные люди от этого страдают. То есть это очень серьёзный вопрос, который кажется достаточно банальным. И вообще единицы задумываются о том, ну, на самом деле, пока даже не скажешь, особо-то никто и не задумывается о том, что обувь надо уметь выбирать. И там, знаешь, в чём прикол? На самом деле не в размере, прикол в сантиметрах, потому что размеры у разных брендов могут быть разные. У меня был, например, такой опыт, клиентка, красивая, миловидная девушка, вся, в общем, там, не знаю, одетая, упакованная, просто божественно прекрасная. Ну, пришла с проблемами, то есть ногти, ноги, ну, прости меня, протухли. Ну, вот прям всё, дело дрянь. Ну, говорит, ну, не знаю, почему так, как вот так. А я начинаю смотреть, я говорю, какой размер у вас ноги, она говорит, 41-й. Я говорю, хорошо, давайте сейчас, ну, замерим и посмотрим. У неё, значит, знаменитый, ну, популярный бренд белых кет, ну, что ты понимаешь, да, какой они, будем его сейчас называть. Там указан 41-й размер, причём на стопомере вот этот 41-й размер в сантиметрах равен 43-му. Но когда я поставила её ножку на стопомер, мы сейчас тебе тоже им замерим, мы узнали, что длина её стопы равна 46-му размеру. То есть она думает, что у неё 41-й, потому что ей так сказал бренд. Фактически это в этой размерной сетке бренда 43-й, а на самом деле её настоящая длина стопы соответствует 46-му размеру. Ты можешь себе представить этот разбег? Да даже если бы 43-46, это три размера. И, конечно, у неё жалобы то, что у неё отошли ногти, что они не прирастают, что они мокнут, что они потеют, да, что у неё опрелости между пальцев, а это уже вероятность того, что там, скорее всего, есть грибок. Но это нужно уточнять у доктора, это нужно сдавать анализы. Поэтому давай проверим тебя, чтобы с тобой такого не произошло. Да, давай, пойдём. Так, давай один носочек. А чем у тебя разные? Я думаю, наверное, вот этот. Зачем они у тебя разные? Они у меня такие, они такие, в принципе. А, ну хорошо, а давай один сними, а один оставь, ладно, это важно. Да. Один положи сюда. О, какая прелесть. Ну-ка давай ставь ножку. Так. Давай ставь вторую рядышком. Ну, что? Нет, ты пока сидим. Значит, первое. Ну, понятно, что у тебя был перелёт, да, но эти ботинки тебе очень сильно давят. Смотри, у тебя какая отечность и следы. Угу. Это раз. Также вообще видно, у тебя очень сильно всплотели ноги. Угу. Это не есть норма. Они припухли, отекли, посмотри, есть покраснение. Вот прям явно немножко неподходящие обувь. И мы давай с тобой посмотрим. Сейчас я один носочек туда уберу. Так, ты сказал, какой размер? Сороковой. Сороковой. Да, действительно, сороковой размер. Здесь сантиметры, к сожалению, у тебя не указаны. Ну, это у нас обувь масс-маркет, да, какая-то такая, просто, ну, стандартная серия там, ну, зара, не зара, что-то в этом роде. Это устройство очень простое, кстати, его можно даже купить, это вообще не проблема, оно называется стопомер. И это устройство нам измерит длину твоей стопы в сантиметрах. И также покажет, сколько сантиметров равно сколько размер. Ну, там, плюс-минус, да, какому размеру. Смотри, все, что тебе нужно сделать, это поставить пяточку вот сюда до упора. Отлично. Нет, чуть-чуть двинет, там, косточку упираешься. Отлично. Все, и теперь просто вставай ровно. Смотри прямо. Расслабься. Ага, отлично. У тебя 26,5 сантиметров длина твоей стопы, и это равняется 41 размеру. Неплохо. Неплохо, да. Вот, а теперь давай вот эту ножку убери, а теперь давай другую поставим. Ага. Так, в носке, в носке, да, это важно. Вот, а теперь вставай, и в носочке у тебя почти сороковой размер. Ага. О чем нам это говорит? О том, что носочек стягивает. О том, что носочек стягивает. Да, я тебе сейчас это тоже покажу, да, то есть почему еще и носки нужно правильно выбирать. Так, ну, во-первых, носки у тебя тоже влажные, это не есть хорошо. Это потенциально хорошая флора для развития грибковой инфекции, да, то есть для того, чтобы что-то подцепить. Плюс это не кожаные, они не дышащие, даже если они будут кожаные. Ты знаешь, что кожу покрывают специальной пропиткой, чтобы она не впитывала влагу? Она ее и не выпускает. То есть вот эта история, что только натуральная кожа, там, ну, у нас нет такого кожи, которая там что-то пропускает. И давай мы с тобой просто сделаем простой тест. Ты сядь поглубже, чтобы у тебя ножки висели, я тебе покажу. Вот смотри, то есть как я могу узнать, подходит тебе носочек или нет. Мы берем твой носок, прикладываем его со стороны пяточки и понимаем, что, ой, не хватает. Вот это поворот, да? И чтобы нам хватило, нам этот носок нужно натягивать. А что он будет делать? Стягивать ногу. Он будет собирать. Так, слушай, ну-ка. Тебе точно нужна более свободная обувь. Я извиняюсь, что я сейчас это скажу на камеру, но наличие запаха, это не есть норма. Это также говорит нам об инфекции. Не то, что ты ноги не моешь, да, а именно то, что у тебя какие-то уже проблемы. Проблемы начались. Поэтому гигиену ног вообще желательно, да, визитка подолгу. Тебе все назначит, что тебе аномально потные ножки, да, то есть они прям такие влажные. Потому что, во-первых, у тебя действительно есть вот эта гидрозность на руках и на ногах. И плюс еще у тебя обувь несоответствующая. Пожалуйста, внимательнее отнестись к выбору носков. Вот этого быть не должно. Если будет так, потом пойдешь к доктору-хлебологу, который венами занимается, ладно? Поэтому сейчас вот это давай мы с тобой уберем. Вот, то есть посмотри, ой, тут у нас и пластырь есть. Да. У тебя достаточно широко. Так, знаешь, что мы с тобой еще сделаем? Если она вытаскивается... Нет, примотана стелька, да. Когда выбираешь обувь, знаешь, как просто ее выбрать? Ты можешь достать стельку, положить ее и встать на нее. И когда ты встаешь на стельку, ты увидишь сразу, сколько у тебя лишних пальцев, которые не поместятся в эту обувь. То есть правильная носовая часть у обуви, она вот такая вот прямая идет. Ну, я периодически выпускаю обзор, я же говорила про босоногую обувь, да? Да, да, да. Это та, которая широка в носовой части, потому что в носовой части ты должна иметь возможность, ты не поверишь, шевелить пальчиками ног и сжать их кулачок. Вот я могу так сделать, у меня широкая носовая часть. Я тебе сейчас дам чистые носочки, потому что я тебя вот в этом не отпущу. Видишь, они вот даже вот друг по другу по форме уже подстроились, то есть такого быть не должно. Я тебе точно могу сказать, что у тебя обувь узкая, она тебе вообще не подходит, и вот этой отечности быть не должно. Надо искать носочки, которые не имеют резиночки, видишь? Да. Я тебе потом скажу, где купить, ну, чтобы не было рекламы, вот это вот все. А так вообще вот для клиентов у нас есть просто самые обычные носки, которые мы покупаем оптом. Классная штука. То есть и так все в безопасности. Ну, то есть, понимаешь, после педикюра, например, нельзя одеть те носки, в которых ты пришла. То есть это будет что? Микро травмирование, правильно? И, конечно, тогда клиент у нас рискует. Вот. То есть эти носочки достаточно большие. Это знаешь, какого размера носки? 42-48, как тебе размерный ряд? Неплохо. Ну, забавно, да, согласись? Ну, вот они на тебе будут вообще норм. Хотя странные носки, я покупаю все равно размеры, ну, вот тоже там 42-48, но они, видимо, просто... И когда стираешь, они меняются. То есть надо искать реально хорошие носки. Еще раз тебе скажу, какие у меня, у меня прям мягкие. И есть еще один лайфхак, как нужно правильно одевать колготки или носочки. Смотри, я тебе сейчас помогу. Вот мы с тобой одели, да? Или надели, без разницы. И после того, как ты колготки, носки или еще что-то, ты должна сделать вот так. Так, пошевели пальчиком, прям растопорь, как лягушка в разную сторону. Вот. Видишь, у тебя там должно быть пространство. Посмотри, какая у тебя носовая часть. Вот не такая. То есть вот так вот должно быть. И колготки, и носки всегда вот таким образом оттянула, оставила пространство. А не так, что мы натягиваем со стороны и вот туда это все. Конечно, они у тебя будут в сжатом состоянии. Разве им будет хорошо? Не будет. То есть вот если ты ходишь, у тебя в обе происходит вот так. И все мозоли у нас в тех местах, где у нас повышенное трение, повышенное воздействие. То есть вот здесь, если у тебя на самом деле все очень опрело и очень много воды. Ну ты еще когда пришла, я заметила, что у тебя низ отечный, у тебя будет отсекать с возрастом еще больше. Плюс самолет. У тебя прям очень-очень много здесь воды. Нужно следить за питанием и т.д. и т.п. То есть там за венами. Все контролировать. Ален, спасибо тебе большое. Это было безумно интересно. Я, ну я честно точно для себя узнала много нового. Вот, и я думаю, что зрители тоже. Но знаешь, у меня есть еще один вопрос. Несмотря на всю информацию, которую ты сегодня нам рассказала, мне очень интересно, ты много работаешь. Есть ли все-таки какая-то профдеформация? Вот это, мне кажется, прям очень насущный вопрос. Да, безусловно, есть. Ну вот из серии, знаешь, я буду смотреть на кассира в магазине. Я буду смотреть, не знаю, в очереди где-то в МФЦ обязательно. У меня даже есть такая фишечка, я снимаю, ты так, ну из-под тяжка. И потом выкладываю маленький обзор, ну типа как не надо. Но я не могу ничего с собой сделать. То есть я постоянно смотрю на людей и их сканирую, анализирую. Ногти, рук, все вот это дело. То есть у меня есть такое. Я не страдаю от этого. У меня просто вот, ну я такая, да. Не то чтобы встречаю по рукам, но имею такую привычку, да, посмотреть, как бы так, оценить. Так, еще один, последний самый вопрос. Очень последний. И мне очень интересно, все-таки вот если, например, взять ладонь человека, можешь вот ты по ней определить, какое он? Ну вот правда, например, грызет он, не знаю, насколько он нервничает, насколько он неуверенный в себе. Ну, по рукам я, конечно, не гадаю, это не моя специфика. Но, конечно, я могу определить, так скажем, ну что-то типа психотипа человека, да. Да, вот есть те, кто очень сильно нервничает, когда берешь их за руку, у них становятся влажные руки. То есть чаще всего это люди какие-то беспокоенные, может быть, с чуть нижней самооценкой. Или мои любимые грызунчики, ковырунчики, да, это вообще мое направление. Это люди, к которым дорога вообще в кабинет психолога. То есть там есть сложности, есть проблемы, это нужно обязательно решать. И никогда не стоит забывать то, что наши руки – это то, через что мы контактируем с внешним миром. То есть наши руки отвечают за контакты. И если там есть какие-то проблемы, человек постоянно ищет там какие-то недостатки, ну как бы сам до себя докапывается, до своих ногтей в частности. Я понимаю, насколько тяжело такому человеку. Я вообще стараюсь людей понимать. И наша задача не засрамить их, да, то есть, ой, вот какая ты там, вот ты там что-то говоришь или что-то там делаешь. Нужно объяснить, что это просто ногти, которые растут из пальцев. Ну вот реально, вот правда, это просто, это всего лишь ногти. И несмотря на то, что у тебя там что-то какая-то не такая архитектура, тем не менее, это просто ногти, и это не делает тебя ни хуже, ни лучше. То есть жить можно с длинными ногтями, с короткими, даже с неровными. И жить можно абсолютно счастливо. Другой разговор, что мне бы хотелось, конечно, чтобы мастера делали красивые ногти всем и всегда. Но, тем не менее, человеку никогда не стоит на этом циклиться. Вообще ни на чем, никогда циклиться не стоит. Спасибо тебе большое. Было очень приятно познакомиться и пообщаться. Удачи. И, конечно же, ровных, здоровых ногтей побольше тебе. Тебе большое спасибо. День был, на самом деле, очень-очень интересный. Такой новый опыт для меня. Прям прикольно. Спасибо, что приехала. Спасибо большое. Обнимашки? Спасибо.